Ребята, всем привет! Музыкальные способности это, конечно же, индивидуальные психологические особенности, которые определяют успешность выполнения какой-либо деятельности, не сводимые к умениям, знаниям, навыкам, но определяющие быстроту реакции, быстроту обучения новым способом и приемом деятельности. Сегодня мы поговорим о 9 классических способах проверки музыкальных способностей и если вам интересно, то оставайтесь со мной. И давайте начнем. Классическая проверка музыкальных способностей представляет собой выявление следующих компонентов музыкальности. Это звуковысотного, метроритмического, тембрового, динамического, гармонического, формообразующего чувства, а также эмоциональной отзывчивости на музыку и мотивации. Начнем с проверки звуковысотного чувства. Такой тест помогает выявить степень развития гармонического слуха, то есть способности определять количество звуков в интервалах или аккордах. Проверяющий исполняет созвучие, то есть интервал или аккорд не более 4 звуков и затем предлагает отгадать, сколько звуков в нем, а также определить, как звучит созвучие, весело или грустно. Следует исполнить примерно 5 созвучий. Как это оценивать можно? Если угадано одно созвучие, это значит, что слух неразвитый. Если угадано примерно 3 созвучия, то это хороший слух. Угадано 4-5 созвучий, это прекрасный слух. Проверка уровня развития слухомоторных представлений голоса и возможности интонирования. Такой тест позволяет проверить возможности интонирования голоса. Предлагается спеть либо песню, либо сыгранную на инструменте какую-либо легкую попевку. Как следует это оценивать? Последовательное чистое исполнение звуков в диапазоне терции, либо грязное интонирование любых видов направления мелодии, это соответственно не очень хорошо и за такое вы можете получить только двойку. Чистое интонирование постепенных движений мелодии, опеваний, но грязное интонирование скачков больше терции, это неудовлетворительная оценка, но примерно на троечку. Чистое интонирование, беспроблемное исполнение как поступенных движений мелодии, так и скачков на кварту, на квинту и больше, соответственно это развитые слуховоторно-моторные представления голоса и возможность интонирования на пятерку. Классическая проверка чувства ритма. Проверяющий предлагает спеть песню и одновременно прохлопать в ладоши ее метрический рисунок. Затем предлагается прохлопать песню только ладошками. Как следует такое оценивать? Если безошибочное воспроизведение метрического рисунка ладошками состоялось, то это высокий уровень чувства ритма. Если воспроизведение метрического рисунка с одним, с двумя нарушениями или с некоторой помощью голоса, то это примерно средний уровень. Если исполнение с пением нескольких тактов уже с помощью, то это уже ниже среднего уровня. А если произошло неровное метрическое исполнение с ошибками или с постоянной помощью голоса, то это низкий уровень чувства ритма. Классическая проверка чувства темпа и метроритма. Такой тест позволяет определить метрические способности прежде всего. Все задания предъявляются в размере 4 четверти в умеренном темпе в объеме 4 примерно тактов с изменяющимся темпом. Игра предполагает вовлечение в исполнение на фортепиано простого ритма на одной или нескольких любых нотах. Как это делается? Можно вот по такой инструкции. Выбирается знакомая песня, например, в лесу родилась ёлочка, в соль – мажоре. Человек двумя руками равномерно чередует исполнение звуков соль третьей и соль четвертой октавы. Проигрываться песенка будет примерно 5 раз. И после пробы своей партии в умеренном темпе, после вступления из двух тактов, к игре подключается проверяющий. Он исполняет мелодию с аккомпанементом. В случае правильного исполнения мелодии в умеренном темпе, человеку далее предполагается сыграть про летнюю ёлочку в быстром темпе, примерно 80-90 ударов в минуту, и про, допустим, осеннюю ёлочку в медленном темпе, ну, 50-60 ударов. После успешного исполнения необходимо сыграть два варианта – с ускорением и замедлением постепенным. Как такое следует оценивать? Если произошло сбивчивое, незавершённое исполнение, то это говорит о низком уровне чувства темпа и чувства метроритма. Если произошло сбивчивое, но завершённое исполнение только в умеренном темпе, где допускались ошибки, то, скорее всего, это слабый уровень чувства темпа и метроритма. Адекватное исполнение в двух темпах, например, в умеренном и быстром, или в умеренном и медленном, говорит о среднем уровне. Адекватное исполнение своей партии в умеренном, быстром, медленном темпах, а также с ускорениями и замедлениями говорит о высоком уровне чувства темпа и метроритма. Теперь поговорим о проверке чувства тембра. Такой тест позволяет определить способность правильно дифференцировать различное тембровое звучание одной и той же мелодии. Предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в различных исполнениях и определить тембровое звучание музыки. Будь то детский голос, женский, мужской, исполняется хором, исполняется, допустим, струно-смычковыми инструментами, деревянно-духовыми, медно-духовыми, просто фортепиано и оркестром. Как такое следует оценивать? Адекватное определение только однородных тембров, допустим, инструментальных или вокальных, говорит о низком чувстве тембра, ну, на двоечку примерно. Адекватное определение однородных тембров и смешанных тембров, допустим, вокальных, фортепианных и оркестровых, говорит о среднем чувстве тембра на троечку. Адекватное определение различных тембровых соотношений в исполнении предъявленного музыкального фрагмента говорит о хорошем чувстве тембра на пятерку. Проверка динамического чувства. Такой тест помогает определить способности реакции на силу звука, на динамические изменения. Проверяющий играет на фортепиано, а тестируемый на бубне или на барабане. Предлагается играть так, как играет проверяющий, то есть громко или тихо, то есть адекватно исполнять контрастную динамику форте и пиано. За вторым разом пример играется с крещенда и диминуэнда в необходимых местах. Проверяется реакция и воплощение динамического исполнения крещенда и диминуэнда. Как такое следует оценивать? Если вы почувствуете, что слабый уровень динамического чувства у человека, то, соответственно, это двойка. Точное исполнение только форте и пиано на троечку, точное исполнение и конкретных оттенков, то есть я говорю о крещенда и диминуэнда, на четверку или пятерку. Поговорим о проверке чувства музыкальной формы. Такой тест позволяет проверить чувство музыкальной завершенности, которое слышит человек. Предлагается прослушать несколько мелодий и определить, какие из них прозвучали полностью, а какие не до конца. Первая мелодия доигрывается до конца. Вторая мелодия не доигрывается, последний такт. Третья мелодия не доигрывается, последняя фраза мелодии. Четвертая мелодия. Мелодия прерывается на середине второй фразы из четырех. Как это оценивать? Правильно определена первая мелодия, это значит слабый уровень. Правильно определены первая и вторая мелодии, средний уровень. Определены все четыре мелодии, высокий уровень. Теперь давайте поговорим о проверке эмоциональной отзывчивости. Такой тест помогает изучить реакцию на смысловое содержание музыки. Допустим, вы можете взять в качестве проверяющего материала, ну, допустим, пьесы из детского альбома Петра Ильича Чайковского. Допустим, разноплановые – это утреннее размышление, сладкую грезу, бабу-югу, болезнь куклы, игру в лошадки, то есть разнохарактерные. Предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и определить, какое настроение у человека вызывает каждый из них, какие образы представляются во время звучания музыки. Можно подобрать прилагательные, какая это музыка, и как следует такое оценивать. Ну, это, конечно же, приблизительно всё. Если низкий уровень образного осмысления, он будет характеризоваться уклонением, то есть фактическим отказом от действий. Если средний уровень развития эмоционально отзывчивости, он будет характеризоваться способностью к описанию характера произведения, изобразительной характеристики своих мыслей, своих мыслей, образов основного содержания музыки. И если это высокий уровень, он будет характеризоваться в детализации образа, в наличии нескольких подходящих идей. И последнее, давайте поговорим о проверке мотивации. Такой тест помогает выявить уровень мотивационной подготовленности, ориентации, я бы сказала, проводится он в виде беседы. И примерные вопросы будут такие. Какая музыка нравится? Как часто слушаешь музыку и в каких обстоятельствах? Чего хочешь добиться в музыке? Желательно, конечно, более неуклончивый ответ. И как много можешь уделять времени занятиям? Ну и тому подобное. Как следует оценивать? Низкий уровень компонентов музыкальных предпочтений, неконкретные цели, отсутствие или слабо выраженный интерес музыкальной деятельности, говорит, конечно же, о низкой мотивации. Средний уровень компонентов музыкальных предпочтений, общие какие-либо цели, ну общими словами, наличие интереса к музыке, но с явным предпочтением развлекательной направленности музыкальных жанров, говорит о средней мотивации. Ну и если интерес проявляется к различным музыкальным видам деятельности, к разножанровой направленности, у человека есть конкретные цели, это говорит о высокой мотивации. Конечно же, нельзя сказать, что с помощью данных тестов можно точно определить как слабую сторону музыкальности, так и сильные характеристики человека. Но минимальную базовую информацию эти тесты способны дать в построении уже дальнейшего индивидуального пути в развитии музыкального профессионализма. В принципе, у меня сегодня всё. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их внизу. Я обязательно на них, по возможности, отвечу. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!